21 августа 1998 года в истории Дагестана значится как день чудовищного теракта, убийства духовного лидера мусульман Дагестана Муфтия Саид Мухаммада Хаджи Абубакарова. Вспоминая его, мусульмане республики всегда отмечают его огромное мужество, целеустремленность и непоколебимость духовно-просветительской деятельности. Еще в детстве Саид Мухаммад Абубакаров выделялся среди сверстников любознательностью и повышенным интересом как к духовным, так и светским наукам. Еще до работы в духовенстве, будучи врачом, он отличался щепетильным подходом к своему делу, доводил работу до конца и не допускал ошибок. Я знаю его еще до Муфтия, еще знал. Он сделал свою работу очень аккуратно, он же был очень стоматологом. Когда его спросили по поводу своей работы, когда рядом находился, он делал свою работу до конца, чуть какой-то маленький ошибка тут нашел, он заново начал это делать. Я говорю, что ты делаешь, почему так делаешь? Чтобы повторно не ошибся в своей работе. Так аккуратно он относился к своей работе и так же людям тоже. С начала 90-х годов Абубакаров вел активную религиозную деятельность в республике. Был одним из инициаторов духовно-просветительских мероприятий, работал заместителем Муфтия республики и курировал вопросы взаимодействия духовного управления со средствами массовой информации. Алимы Дагестана и по сей день высоко отмечает работу, проделанную Саид Мухаммадом Абубакаровым. Я с ним работал. Он был очень мудрый, храбрый, мужественный, инициативный человек. В 95-м году он меня направил в город Южно-Сулакумск работать имамом. И на год-полтора было тогда. Я там работал 22 года после этого. Я помню, как сейчас он дал мне и такие наставления, как работать, как выстраивать отношения с администрацией города, как с другими людьми работать, как с джаматом работать. Дал мне очень много литературы. Вот так он меня провожал в Сулакумск, где я работал 22 года. Став Муфтием, он в своих многочисленных выступлениях и интервью обращал внимание СМИ, руководства и общественности Дагестана на опасность экстремизма. Был одним из активных инициаторов принятия законов республики о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. По-моему, являлось то, что он Дагестану, дагестанцам, и всем дал понятие муфтията. До него я вот особо слово муфти или муфтият, там духовное управление практически не звучало. Он своей работой, своей энергетикой, он дал людям знать, кто такой муфтий вообще. В день трагедии Саид Мухаммад Абубакаров ехал на пятничный намаз в центральную джума мечеть Махачкалы вместе с родным братом Ахмадом и водителем Хайдаром Амаргаджиевым. В момент призыва на молитву, когда машина муфтия заезжала во двор мечети, раздался оглушительный взрыв, в результате которого духовный лидер и все, кто был в машине, скончались. Но несмотря на потери столь значимой фигуры в сфере духовного просвещения, это нисколько не помешало осуществлению всех тех задач, которые ставил перед собой покойный муфти. В достижении его явилось то, что он стер грань между светскими людьми и религиозными. То, что он хотел сделать, воплотить в жизнь. Альхамдуллах, на сегодняшний день практически все сбылось. Я думаю, даже больше того, что он мечтал в данный момент, то, что есть. 19 лет прошло со дня трагического события. Для дагестанцев Саид Мухаммад Абубакаров навсегда останется примером истинного мусульманина, который душой болел за народ, за всю мусульманскую общину и работал ради ее блага, не покладая рук. Абдулла Алиев, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.